У нас нет надежных данных о безопасности большинства из примерно 30 тысяч химических веществ, широко используемых в коммерческих целях и зарегистрированных в соответствии с законом США о контроле над токсичными веществами. Но наибольшую озабоченность могут вызывать давно запрещенные химические вещества, которые продолжают загрязнять пищевые продукты, известные как СОС – стойкие липофильные органические загрязнители. К ним относятся диоксины, ПАБ и инсектициды, такие как ДДТ. Как мы избавляемся от СОС? Сегодня большая часть ДДТ поступает из мяса, особенно рыбы. Океаны – это по сути канализация человечества, все в конечном итоге стекает в море. Гексохлорбензол – еще один запрещенный пестицид, который может быть канцерогенным, но он более равномерно распределен среди источников животной пищи, в то время как ПХБ – это тоже в основном рыба. ПХБ – это другой набор запрещенных химических веществ, которые когда-то широко использовались в качестве изоляционной жидкости в электрооборудовании. Исследования более 12 тысяч образцов продуктов питания и кормов в 18 странах показало, что наибольшее загрязнение ПХБ было обнаружено в рыбе и рыбьем жире, затем в яйцах, затем в молочных продуктах, затем в других мясных продуктах. Наибольшее количество ПХБ содержится в лососе, причем в лососе, выращенном на фермах, уровень загрязнения неизменно выше, чем в лососе, выловленном в дикой природе, за ним следует консервированный тунец. Но поскольку люди, как правило, не едят много рыбы, для большинства людей наибольшему воздействию может подвергнуться другое мясо. Наименьшее загрязнение было обнаружено в нижнем звене пищевой цепочки, в растениях, где в среднем в 7-20 раз меньше ПХБ и диоксиноподобных химических веществ, чем в океанской или пресноводной рыбе. Это одно из преимуществ растительной пищи в современном мире. Питаясь продуктами с самого нижнего звена пищевой цепи, мы меньше подвергаемся воздействию промышленных загрязнителей, которые биоаккумулируются на более высоких ступенях. Каждый год в Соединенных Штатах производятся миллиарды килограмм побочных продуктов скотобоен, подавляющее большинство из которых скармливается сельскохозяйственным животным. Особенно курам, которые могут повторно использовать токсичные тяжелые металлы и промышленные химикаты в пищевых продуктах. Свинец накапливается в костях, а ртуть прикрепляется к белку. Именно поэтому в яичных белках может содержаться в 4 раза больше ртути, чем в желтках. Большая часть свинца в костной муке проходит прямо через животных в их отходы. Но затем производители могут взять эти отходы коровьи, свиные и куриные фекалии и снова скормить их животным. Таким образом можно увидеть, как уровень загрязняющих веществ может накапливаться в их организме, даже если сами животные являются естественными травоядными. Более низкий уровень загрязняющих веществ может объяснить, почему люди, питающиеся растительной пищей, менее склонны к развитию всех форм рака вместе взятых. Но их роль в продолжительности жизни неизвестна. Тяжелые металлы, такие как свинец, ускоряют старение человека. И большинство популяционных исследований указывают на сильную связь между воздействием более высоких уровней загрязнителей окружающей среды и более короткими теломерами. Однако лишь некоторые из них оказались существенно связаны с преждевременной смертью. Одним из таких загрязнителей является давно запрещенный пестицид бета-гексохлорциклогексан. Более высокие уровни этого вещества в крови коррелируют с более высокой смертностью от всех причин. Исследование грудного молока двух сестер с разными пищевыми привычками подсказало, как снизить уровень загрязнения. Уровень бета-гексохлорциклогексана, а также ПАБ, ДДТ и другого запрещенного пестицида, дильдрина, был гораздо ниже в грудном молоке матери вегетарианки, чем в молоке ее сестры, которая в то время также кормила грудью, но включала в свой рацион мясо. Исследования загрязняющих веществ в грудном молоке вегетарианцев, проводившиеся более 30 лет назад, показали, что средний уровень содержания некоторых загрязняющих веществ у вегетарианцев был в 50-100 раз ниже, чем в среднем по стране. Фактически, для 6 из 7 загрязняющих веществ, которые они исследовали, не было даже перекрытия диапазона показателей. Самое высокое значение у вегетарианцев было ниже, чем самое низкое значение, полученное в общей популяции. Здоровое питание также может снизить концентрацию тяжелых металлов в организме. Уровень ртути в волосах тех, кто питался растительной пищей, был в 10 раз ниже, чем у тех, кто ел рыбу. Но вы не знаете, есть ли в этом причина и следствие, пока не проверите это на практике. В течение трех месяцев после перехода на растительную диету, уровень ртути, свинца и кадмия в ваших волосах значительно снижается, но снова возрастает, когда в рацион возвращаются мясо и яйца. Однако, в отличие от тяжелых металлов, некоторые хлорорганические загрязнители могут сохраняться в организме десятилетиями. Исследование уровня диоксиноподобных соединений в мясе и птице, проведенное Министерством сельского хозяйства США, показало, что они могут представлять опасность для здоровья населения США, но в основном для детей. Типичное ежедневное воздействие диоксина в мясе для взрослого населения США было значительно ниже установленного EPA предела безопасности. Только дети, хронически потребляющие среднесуточные порции мяса или птицы самыми высокими уровнями, могут превысить его. Принимая во внимание все 33 химических загрязнителя, содержащихся в мясе и признанных потенциально канцерогенными, некоторые европейские токсикологи предлагают ограничить потребление детьми говядины, свинины и курицы суммарным количеством не более 5 порций в месяц. То есть в среднем не более одной порции мяса каждые 6 дней или около того. В Европе наиболее загрязненной является баранина, и взрослым рекомендуется есть не более одной порции каждые 4-5 месяцев. Удивительно, но, как я уже рассказывал в предыдущем видео, употребление органического мяса, похоже, не снижает потенциал раковых заболеваний, связанный с ЦОС в мясе. Все образцы были признаны загрязненными, причем различия между органическим и обычным мясом были минимальными. Что мы можем сделать, чтобы уменьшить воздействие? Употребляйте в пищу продукты с высоким содержанием клетчатки, поскольку клетчатка может связывать некоторые загрязняющие вещества и выводить их из организма. Занимайтесь спортом, так как было установлено, что уровень стойких загрязнителей в крови у физически активных людей ниже, возможно, из-за потоотделения или потенциального повышения уровня ферментов, способствующих детоксикации, или усиленного выведения через желчь, по крайней мере, у крыс. Учитывая текущий уровень загрязнения, потребление мяса в целом должно быть существенно изменено в сторону уменьшения, как можно больше и как можно скорее. Хотя до тех пор потребители могут снизить воздействие диоксинов и диоксиноподобных соединений, таких как ПАБ, обрезая жир при приготовлении мяса, а также обрезая и тщательно сливая жир после приготовления. Лучшая диетическая детоксикация – это отказ от токсинов.